С началом второй волны пандемии коронавируса спрос на услуги психологов в России вырос на 89% по сравнению с прошлым годом. По запросам на психологическую помощь лидируют Москва и Санкт-Петербург. Также востребованность консультации психологов быстро растет в Сибири, на Урале и в Поволжье, рассказали аналитики. По сравнению с весной спрос на услуги психологов подскочил почти на треть, хотя предложение также растет. Спрос довольно сильно его превышает. На одно объявление приходится около 8 запросов от потенциальных клиентов. Росту интереса к консультациям способствует сразу несколько факторов. Это и тревожности из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений и переработки, связанной с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис. Кроме того, как заявили медики, посттравматический синдром после пандемии коронавируса может появиться у 30% людей. При этом последствия будут носить долгосрочный характер. Так, рост тревоги и депрессии в этом году в России составил 36%, в Соединенных Штатах – 24%. Рост тревожных расстройств составил 24 и 28%, соответственно, процента. Мы приглашаем к разговору нашу гостью в студии Елена Панченко, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Доброе утро. Доброе утро. Инсан, доброе утро. Вот мы уже более полугода живем в этом какой-то новой реальности, непонятной нам всем, и как это все влияет на нашу психику? Ребята, с 20 декабря все началось. Первый самолет с ковидными прилетел 20 декабря почти год. Ну, я не психолог, я напоминаю, что я врач-лечебник, я не знаю, что у психологов, а у нас такая очень грустная ситуация, которая состоит из двух больших блоков проблем. Во-первых, большая часть пациентов, которые к нам хотят попасть, они болеют. То есть они находятся в состоянии тревоги и депрессии, но они не могут к нам приехать, потому что они больны ковидом, либо они на режиме самоизоляции, им недозволительно передвигаться. И у нас существуют онлайн-группы и онлайн-разговоры. Это первое. Второе. Ковид либо начинается с периода тревожной депрессии, то есть синдром ожидания, потому что на самом деле больных очень много. Либо он заканчивается депрессивными расстройствами, которые находятся в структуре астенического синдрома, а ковид вызывает очень тяжелые астенические расстройства и расстройства памяти. Можно пояснить, астенические расстройства это... Это отсутствие сил, жизненной энергии. Астения это... Нет, стения, да, тонус. Вот отсутствие этого... А это уже предвестник клинической депрессии, да? Это и есть форма депрессии, да, астеническая депрессия. Когда очень мало того, что он тревожен был до болезни в ожидании, он заболел. Чаще всего это страдают люди, которые переболели средние формы, и они говорят, боже мой, а что же тогда с тяжелой формой? А потом очень много... Мы же все друг друга знаем, город-то не очень большой, да? И, как ни странно, количество обращений в молодом возрасте выросло в несколько раз. То есть если 3-4 года назад после переболевших гриппом периодов обращались люди пожилого возраста, то сейчас это 17, 19, 23 года. То есть наша клиника изменилась совершенно по своему течению. Елена Александровна, но если говорить о том, с какими расстройствами он обращается, вы сказали, что есть астенические, да, расстройства. Что еще? Паника, панические атаки. Это когда психика... Очень много ведь людей, которые не умеют разговаривать про чувства. И мы с вами много лет про это говорим. Есть такие алекситимичные люди, которые, ну, не испытывают таких острых чувств. Они... Ну, вот это, например, те люди, которые без масок демонстративно, в автобусах, глядя себе в глаза так надменно, ну, вот вы там, значит, такие, это все равно бесполезно. Вот эти люди болеют паническими расстройствами, как никто другой. Потому что они... Мы чем отличаемся от всего другого живого мира? У нас есть интеллект, и он достаточно сложный. И интеллект нам помогает реально оценить обстановку. Вот те люди, которые без масок так демонстрируют нам свое ух, они чаще всего болеют грубыми паническими расстройствами. Потому что когда они сталкиваются с проблемой, так же, как и в предупреждении проблемы, они не могут реально оценить ситуацию. То есть это те люди, не те люди, которые демонстративно здоровы, как они считают, это как раз-таки те люди, у которых есть проблемы. Да, да. И вот этих панических атак огромное количество. То есть у человека нет эмоциональной депрессии, у него есть вегетативная депрессия. Что такое паническая атака? Это внезапные приступы сильного страха, который не в чувстве страха, а в эпизодах сильного сердцебиения до 200 пульс. Ну, естественно, дыхание нарушается, когда у нас частый пульс, нам трудно дышать. А если нам трудно дышать, то у меня ковид, и я сейчас умру. И вот эта вот цепная реакция, на самом деле, это чисто психологическая, скрытая, маскированная, депрессивная, такая бессознательная симптоматика. И здесь психологи, при всем моем уважении к коллегам, не справятся. Это только медикаментозная терапия. А как вообще справляться? То есть, ну, в любом случае, лечение – это не только медикаменты, это еще и вычленение причины, да, вот этого всего расстройства. А вот как самому, например, сейчас посмотреть на те причины, на то, что происходит, или, может быть, кто-то, кто находится рядом, может увидеть, что вот ага, все составляющие, скажем так, успеха заболевания, они уже налицо, и пора как бы обратиться. Ну, здесь две такие, две линии поведения. Первое – это вот требуется сегодня во всем мире соблюдать определенный ассортимент правил обрабатывать руки, носить маски. И законопослушный человек, у которого хорошо работает когнитивная функция, не обсуждает, полезные маски или нет. Надо – значит надо. Надел и пошел. То есть когнитивное рассуждение, когнитивные идеологии, интеллектуальные мыслительные идеологии внутри семьи, внутри вашего сообщества. И говорит, слушай, ты можешь быть храбрым или трусливым, но раз это требует сегодняшний день, давай мы не будем никому ничего демонстрировать. Наши мозги нам для этого даны, чтобы понимать, где нужно что-то доказывать, а где не нужно. И вторая линия – если вы видите, что человек не справляется, обращаться на горячие линии, обращаться по нашему телефону 56-21-03, обращаться по телефону 36-71-71, это телефон доверия, и приезжать на прием. Но еще должна сказать очень важную вещь – все доктора, практически 80% докторов переболели либо болеют. Поэтому и на прием-то сейчас к доктору попасть тоже проблематично. А вот онлайн-приемы, которые сейчас идут, сами пациенты их как воспринимают? Они так же доверяют человеку или все-таки в общении со специалистом нужно непосредственно зрительный контакт? Ну, как врач постарается достичь контакта. Я, например, каждый день с 9 до 10 утра веду онлайн-разговоры по коррекции терапии со своими пациентами. И любой пациент из Брабиджана, там, с Боговещенска, с Комсомольска может мне позвонить и поговорить со мной про то, как он себя чувствует, какого препарата побольше, какого препарата поменьше. Ну и есть дыхательные методики. Мы каждый раз с вами говорим, что через дыхание можно регулировать практически все функции организма. По крайней мере, тревогу точно. И в Ютубе очень много только не блогеров непонятно какого происхождения, а там, где есть совершенно чуткое указание, что человек врач, его диплом. Масса есть сейчас упражнений для регуляции дыхания, которые помогают справиться с тревогой и паникой. Ну, то есть лучше смотреть все-таки профессионалов, а не какие-то передачи про теории заговоров. Конечно. У нас в гостях была Елена Панченко, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Спасибо большое. Спасибо.